Группный план Там много интересных цифр, и мы будем разбираться Но для начала давайте все-таки напомним Когда и почему сети водоснабжения и водоотведения передали в водоканал Что такое МУП-водоканал сейчас, если сравнивать с событиями пятилетней давности Сколько километров сетей, какие службы входят в водоканал Сколько литров воды ежедневно проходит через вас В общем, вот такие вот водные Ну да, ну вкратце расскажу историю То есть изначально был МУП-водоканал маленький, правобережная часть города обслуживал Потом началась реструктуризация, был присоединен Ленгасовский водоканал, тоже был МУП Потом был присоединен МУП-водоканал Нововятский водоканал То есть это уже три предприятия И в конечном итоге, после окончания аренды с предыдущим поставщиком аренды сетей И эти сети были также переданы МУП-водоканал Соответственно, с июля 2019 года это предприятие обслуживает все сети города Киров Ну, 99% сетей, есть там мелкие поставщики еще Но основные сети и объекты были переданы в обслуживание То есть это было сделано для того, чтобы была единая техническая политика Единая тарифная политика, экономическая политика То есть вот так вот Основная часть жителей получает воду из реки Вятки То есть очистные сооружения в Корченке На микрорайон там Ганино, Лавятск, Коминтерн У них артезианская вода, артезианские скважины Об этом мы немножко попозже поговорим По поводу воды, сколько в сутки мы даем? 130-140 тысяч кубических метров в сутки воды мы даем Я даже боюсь представить, это какие объемы? Это если в тонны перевести, 130 тысяч тонн С ума сойти Это много, да И столько, что, соответственно, мы практически принимаем обратную систему канализации На очистные сооружения водопроводов То есть это большие цифры Водоотведения Да, водоотведения, да То есть вот такие цифры сетей Ну, вода примерно 1200, там немножко больше 1200 километров сетей Это до Москвы расстояние, кстати, 1000 километров А тут 1200 только сетей километров И канализация примерно 1000 километров сетей То есть суммарно 2200 сетей Ну и там скважин, там сотни скважин Десятки очистных сооружений маленьких Но основные, конечно, это Большая гора Очистные сооружения канализации И Корченки на очистные сооружения водопроводов Чем структура муниципального предприятия отличается от коммерческого предприятия? И вообще в целом для города выгоднее или невыгоднее? Тут мне сложно ответить, это город должен решать, но принципиально равенство в чем, наверное. Первое, что у города больше контроля за деятельностью предприятия, это первое. Второе, при условии прибыльности предприятия, предприятия обязаны отчислять часть прибыли в бюджет города Кирова. И вы отчисляете? Да, само собой. То есть у нас только первый год 2019 был убыточный, и начиная с 2020 года он прибыльный. То есть этот год мы закончили с прибылью 286 миллионов, по-моему, рублей. И бюджет мы уже перечислили, дивидендов 72 миллиона рублей. Это уже перечислено, 72 миллиона. Но есть рекордный показатель для нас. То есть у нас за этого прибыль в том году было 80 миллионов, 84. В этом году, соответственно, 200 миллионов уже стало прибыль. К прибыли вы как пришли? Вообще из чего складывается экономика предприятия? Удается ли на чем-то выгодность, скажем так, да, какие-то более современные технологии привлечь? Тут все просто. Меньше расходов, больше доходов. Да, ну это как везде. Да, ну конечно, мы занимаемся в первую очередь оптимизацией расходов, да. То есть основные статьи затрат у нас электроэнергии, порядка 25-30% фонда оплаты труда, но все остальное прочее расходы. То есть на самом деле вот 80% себестоимости это фонд оплаты труда электроэнергии. Соответственно, туда мы смотрим, обращаем внимание, да. Электроэнергии, да, я давно уже говорил, что мы уже вышли на оптовый рынок, мы уже все это уже отэкономили тогда еще. То есть цену мы имеем, электроэнергии ниже там, чем многие предприятия. А второе направление, то есть мы не только в цене играем, еще мы объем электроэнергии сокращаем. Вот, например, по воде с 2019 года, если мы порядка 30 миллионов киловатт тратили в год на систему растопжения целиком, то в 2023 год мы потратили 25 миллионов киловатт, то есть на 5 миллионов киловатт меньше практически, там, ну сколько, одна шестая часть, да? Как это получается? Это более современное оборудование или как-то вы перестроили работу? Там три составляющих. Первое, конечно, это гидравлические режимы, то есть режим работы системы. Второе, это замена насосного оборудования. Третье, это управление насосом оборудованием, то есть автоматизация. Вот, то есть вот эти три, ну это все вместе должно работать, не поддельно, все вместе. Просто бывают случаи, куда мы смотрим? Мы смотрим реальный объем потребления. Мы понимаем, что, ну, по времени, например, потребление одно, а насос стоит намного большего. Размер средством он большой, он тратит много электроэнергии. Мы ставим меньше насос, новый, естественно, он работает в оптимальном режиме, он тратит меньше электроэнергии. При этом потребитель не страдает, у него остается в тех же параметрах все. Вот, ну, ТВНС Дрелевского, который рядом с нами, да, то есть она полностью заменена, все насосное оборудование, автоматизация сделана. Там экономика гигантская, порядка 40% в год получается. Это вот за 5 лет все сделано? Ну, это мы и постепенно каждый год, то есть у нас есть планы на каждый год. Я сейчас суммарно говорю, что вот за 5 лет это порядка 20% снижения. Ну, это не сразу там, сразу два. Ну, конечно, конечно. Да, постепенно, да, есть и дальше планы, то есть у нас и сейчас насосы пришли на канализационные станции, где мы их меняем потихонечку, да, то есть сейчас сами летом будем заниматься, поводок закончился, можем спокойно заниматься. И уже в сентябрю будем готовы, там тоже будет дальше экономия. Сказалось ли на вашей работе каким-то образом вот вся эта история с санкциями и всем остальным, с оборудованием, пришлось ли как-то перестраивать логистику? Да, сказалось, сказалось, по трубам не сказалось, трубы как бы в России 100% сделать, это не проблема, да, проблема, наверное, появилась уже по задвижкам, потому что задвижки были условно, Европа пропала, она была подороже, но она была понадежнее. Конечно, вопросов нет. Сейчас Китай, Турция, Россия, да, то есть, ну, надежность, наверное, поменьше, да, а цены стали примерно такие же, как у европейцев тогда. Вот это и есть момент, что, конечно, товары, вот эти комплектующие подорожали сильно, значит, конечно, понятно, что логистика стала тяжелой, там, полетные ограничения, логистика, это очевидно, что это сказывается на ценах. Ну, тут тоже еще, в принципе, номенклатура вся есть, а вот если насосное оборудование, в принципе, в большей части тоже можно найти. Единственное, конечно, увеличить сроки поставки, если раньше эти нас смогли перевезти за три месяца, сейчас вполне некоторым номенклатурным насосом мы сейчас прорабатываем, то есть, от года сроки поставки. То есть, надо заранее просчитывать. Очень заранее, поэтому тут есть смещение у нас тоже по срокам, потому что мы-то рассчитывали на одни сроки поставки, а по факту другие, да, сейчас Китай заходит очень сильно на рынок, да, то есть, у них там более лучшие условия по деньгам, по стоимости, ну, опять же, сроки поставки там, там однозначно от года, да, то есть, российский насос, ну, тоже, вот мы заказывали насосы, тоже примерно недавно, в том году привезли их, делали полтора года, хотя обещали сделать за восемь месяцев. Ну, будем надеяться, что через какое-то время все-таки ситуация наладится, нормализуется. Меняется, меняется. Раскачаются поставщики. Да, очень много появилось производителей, которых мы даже не знали, отечественных, да, то есть, которые выходят, у них достойный товар. С качественным оборудованием. Да, да, просто они их в тени вот этих вот больших европейских концернов было не видно, а сейчас их стало видно, и мы с ними работаем, и интересный достаточно опыт, то есть, как бы, даже, может, проще общаться, то есть, они учатся у нас, даже вот мы со всеми поставщиками по насосам, они от нас обратную связь берут, мы им рассказываем, что нам не нравится, они что-то правят, то есть, на ходу мы меняем, то есть, под нас, то есть, это, на самом деле, интересно, и понятно, что это там за день не делать, это нужно 3-5 лет, что... Ну, это, конечно. Да, это видно, процесс идет, на самом деле, хорошо. В чем такой, наверное, пробел, на самом деле, то есть, автоматизация, конечно, автоматизация, да, даже ее, условно, чип, это все это можно перевести из Китая, а вот русификация, программная продукция, пока вот с этим, вот, единственная проблема, это именно автоматизация процесса. Ну, есть и плюсы, потому что, все-таки, если поставщики, например, российские, да, то с теми же запчастями и всем остальным проще значительно, да, и договариваться с ними проще. Да, и договариваться проще, да, на самом деле, то есть, есть, говорю, плюсы и минусы, поэтому это все в рабочем моменте, все это понятно, каждый день, ну, мы, как бы, в новой реальности живем, поэтому мы все-все перестраиваемся. Или иначе, да, перестраиваемся, совершенно верно. Вы сказали про фонд оплаты труда, не могу не спросить, по сотрудникам в Водоканале тоже ведь наверняка изменения, то есть, вы начинали пять лет с небольшого количества сотрудников, и сейчас выросло это число. Ну, когда я пришел только в мае, это был маленький МУП, еще без больших сетей, там работало порядка трехсот человек, средняя зарплата была тысяча семнадцать, шестнадцать, что-то такое. Потом на пике, когда был переход сетей, это уже август, ну, это июль-август, 2019-го, было тысяча двести с мелочи сотрудников, да, сейчас у нас работа восемьсот тридцать человек. Средняя зарплата сейчас у нас достаточно, ну, хорошая, я считаю, для отрасли, пятьдесят пять тысяч. Конкурентные зарплаты. Конкурентные мы, ну, потому что по-другому не получится, то есть, мы в этом году дважды поднимали зарплату, и 55 в среднем, то есть, а у нас рабочая специальность получает, там, шестьдесят, семьдесят тысяч, да, то есть, и важно, потому что, в первую очередь, на людях все держится, и очень тяжелая работа, на самом деле, то есть, это 24 часа в сутки, это работа на земле. И ответственная. И ответственная, конечно, то есть, поэтому мы и стараемся, то есть, не только там материальное стимулирование, ну, просто колдоговор, да, у нас есть профсоюз, там очень много каких-то льгот, да, доплат есть, существует, все-таки. Условия труда, то есть мы стараемся покупать лучше спецодежды, лучше материалы, у нас вся новая техника, то есть как бы все совместно, то есть мы с людьми говорим, понятно, что может где-то они могут больше заработать, ну, условно, в сезон, а у нас может поменьше, но 24, стабильность, и многие выбирают стабильность, как бы, да, то есть поэтому есть моменты, рынок труда тяжелый сейчас, в целом тяжелый рынок труда. Но на это многие предприятия жалуются, да, что дефицит кадров, особенно людей с руками, что называется, рабочих специальностей, да. То есть, ну, вот мы идем, и мы, я думаю, мы в январе поднимали зарплату, сейчас посмотрим, как бы, и, наверное, дальше, потому что, ну, вообще люди должны достойно получать. Ну, это очень грамотная политика, мне кажется, да, за хороших специалистов надо держаться, надо их поощрять, поддерживать. Ну, вообще, говорю, люди должны достойно получать, это мое личное мнение, что люди должны получать мало, почему они должны мало получать, они должны достойно, да, ну, поэтому все, что мы можем, делаем, стараемся, понятно, что есть там тарифные ограничения, там экономические, все это есть, но мы поднимаем зарплату, на самом деле, больше всего за счет именно экономии внутренней. То есть это не тарифная составляющая, то есть мы там сэкономили, мы стараемся деньги пускать, ну, либо на обновление, либо на повышение фонда оплаты труда, вот как-то так вот. То есть на улучшение жизни сотрудников, так или иначе, получается. Да, да, да. Да, Дмитрий Игоревич, мы сейчас будем говорить о том, зачем вообще нужны грамотные кадры, потому что у вас стоят большие задачи, это модернизация, обновление кировских сетей. Не секрет, что некоторое время назад, несколько лет назад, говорилось о том, что вообще ужас и кошмар, скоро мы без воды останемся. И вот началась эта большая работа, понятно, да, но прежде чем вот мы про две программы будем с вами говорить, хотела еще у вас спросить о таком новшестве. У нас все же переплетено, да, и коммунальные наши сети, и дороги, и вот каждый год возникают вопросы по поводу того, что проваливаются люки. Ну, это да. Да, да, и вы используете сейчас новую технологию, плавающие люки, лето и ремонт дорог, очень актуальная тема сейчас. Да, мы же это долго обсуждали, там три года обсуждали этот вопрос с депутатами. Сейчас, на сегодняшний момент, в правила благоустройства внесено, на самом деле, что ремонт дорог, ну, ремонт колодца должны использоваться плавающие люки, да. То есть чем хороший плавающий люк? Он, ну, он не проваливается, то есть он лежит, он жестко не сцеплен с колодца, он просто лежит на асфальте. Если на асфальт сел, он тоже вместе с ним сел, все. Да, сейчас у нас по городу стоит, там, порядка трехсот люков уже стоит, да. Вот этих плавающих. Да, в том году мы ГДМС давали, когда они делали дорогу, мы давали свои люки, они ставили, вот, свободу улицы делали, мы давали свои люки. И в этом году у нас уже есть график, где какие-нибудь делать, мы даем сами люки пока, да. Ну, те люки, которые мы ставили четыре года назад, первые пять, я помню, их сразу же, я знаю, где мы их постоянно привезли, смотрю. Вы хоть не проверяете? Ну, я езжу там стабильно, я весной смотрю все это, весной, когда вот именно распуться, забадал, смотрю. Да, 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 как раз, когда дороги-то поплыли. Вот на МС-500 это вообще как новенький. Там есть, да, по некоторым были проблемы, да, то есть, ну, там достаточно, наверное, тяжелый монтаж, в плане того, что сначала тяжело, потом привыкают, ребята, то есть, делали без проблем. То есть, по-опыт как-то уже нарабатываешь. Там немножко по-другому, да, то есть, где-то ошибались, ну, там поправили, но их проще даже ремонтировать. Вот достал, подсыпал, положил обратно, все, наблюдаешь. Поэтому, наверное, к сожалению, может быть, не так это массово распространится, потому что я вот смотрю на другие субъекты, там тоже Ярославль, да, то есть, у них там прямо на драмативке прописано, БКД используют только такие люки. Вот, поэтому надо. И не будет эффекта, там, завтра все стало хорошо. Вот только у нас, у нас только 8 тысяч люков. У водоканала. У водоканала. А еще там есть связисты, тепловики, там, энергетики. Не все люки в Кирове, это люки водоканала. Да, 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 то есть, у нас, условно, там, ну, треть, наверное, да, то есть, представляете, какой объем, то есть, порядка 30 тысяч люков, наверное, суммарно по городу, поэтому эта работа системно должна. И эффект, он будет виден, наверное, там, через 3-6-5 лет, когда плавно. Но я думаю, что вот это будет лучше всем и жителям, и автомобилистам, и тем же дорожникам, которые надо каждый год ремонтировать, и нам проще, ну, и всем будет проще. Это медленно, но это идет. В общем, новые технологии потихоньку подкрадываются к нам. Подкрадываются, да, да, да. Да, ну, вот смотрите, обновление сетей, да, то, о чем, наверное, стоит поговорить. В отчете, который представлен у вас на страничке ВКонтакте, упомянуты две программы. Это программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры и инвестиционная программа. Давайте попробуем слушателям нашим объяснить вообще, в чем разница. То есть, и та, и та программа подразумевает... Если кратко, то есть МКИ, программа модернизации, да, то есть это программа модернизации сетей, капитального ремонта сетей, линейных объектов, да, и изначально предполагалось, что будут бюджетные средства, но их никто еще не отказывает, то есть сейчас как раз эта программа обновляет и обещает вернуть туда финансированные программы. Но она направлена только на капитальный ремонт сетей, то есть снизить аварийность. А инвестиционная программа, это все-таки реконструкция новой строительства, то есть это более капиталоемкие мероприятия, которые направлены, в первую очередь, на объекты возоснабжения и водоотведения. То есть там реконструкция объектов, либо большущие перекладки сетей, да, просто новые. А МКИ, это программа все-таки больше направлена на мелкие сети. Это как капитальный и косметический ремонт. Нет, тут как раз ремонт МКИ, а это обновление, модернизация, реконструкция. Вот так я его разделил. То есть это ремонт как раз-таки текущий, а это все-таки обновление, получаемые объекты с улучшенными характеристиками. А тут мы как бы меняем ветки сети, вот так я его разделил. И тут, говорю, только линейные объекты, тут объекты уже площадные. То есть это насосные станции, очистные сооружения. От этого зависит качество, в первую очередь, от этого аварийность. Вот так я разделил. Когда та и другая программа начали работать? Ну, с этого года, то есть, ну, МС-программа уже с того года. Ну, МКИ фактически тоже с того года, с конца года. То есть, ну, весь объем... С 23-го, получается. Да, да, весь объем по МКИ, конечно, идет в этом году. У нас порядка 30 километров сетей из Альплодина. Суммарно, я говорю, что и вода, и канализация. Вот, там четыре направления. Там есть перекладка сетей, вот, там, Жене Мелких. Это в основном пригород весь, весь пригород. Там Кабинтерн, Нововязг, Захаревич, Оренгасово, то есть, где небольшие сети. Аналогично по сетям, по мелким канализациям, там, где проблемные, мы знаем, места, да. Потом отдельно большой проект, это реконструкция капитального ремонта коллектора берегового. Это, то есть, это главная труба в городе, по которой все стоки, по одночисленные сооружения. Вот, там, большой диаметр, 1200-1400, то есть, вот. И четвертое, это реконструкция шестого водовода. Это, которое по Володарску идет, там, посередине, то есть, идет туда, вот сюда, вот, на станцию Насосны. По водоводам немножко перенесли, потому что празднование, сейчас все лето, то есть, получается. Да, я хотела спросить, то есть, вы работы в центре города в этом году проводить не будете масштабы? В конце года, в конце года, начнется. После уже торжественных мероприятий. Да, материал, оборудование закуплено, как раз, и даже мы рады, что купили, потому что сейчас уже все дороже, поэтому дату трубам, что будет, они хранятся на складе, все хорошо. И начнут работу, там, администрация попросила перенести, чтобы, ну, к центральной улице, чтобы она не была перекопана. Поэтому в октябре начнем, за зиму сделано, все нормально. А береговой коллектор находится на окраине, там еще большая вера. Никому не мешает. Никому не мешает, да, то есть, там, как раз, мы специально зимой начали, когда грунт займешь, там проще работать зимой, как раз. Сейчас основная трубная часть сделана, там, порядка двух километров, большая труба. А мелкие сети работаем в центре, нет, все по пригороду работаем, работаем сейчас, летом, да, то есть, важно, там, седоровка, вот мы уже там много переложили, комментарии много переложили. Как показывает практика, то есть, если ты хочешь сократить аварийность, ремонтируй мелкие сети. Если ты хочешь сократить потери, ремонтируй большие сети. Вот, задача у нас стоит аварийность уменьшится, она в пригороде выше, чем в городе, там, ну, все, вот, многих причин. Так, исторически сложилось, потому что, там, многие сети брошены, не пойми, откуда, но, если так получилось, мы сейчас, как раз, все собираем. Вот, и их перекладываем, и там, я думаю, что люди получат, как раз-таки, к концу лета, ну, сейчас уже многие будут замечать, что, конечно, перерывы, сражения, будет однозначно меньше, аварийность, по нашим подсчетам, должна быть, кратно упасть по этим районам, плюс новые трубы, это и вода качественная, на самом деле. На какие сроки рассчитаны обе эти программы? МКИ заканчивается, первый этап был двухлетний, он там был расписан как два, потом пять лет, пять лет, пять, ну, как он тестовый был. Двухлетний, это значит, в 25-м году заканчивается? Нет, в 23-24. 23-24. То есть мы, да, то есть в конец 23-го, вот, это вот было. А уже следующая программа МКИ должна быть пятилетняя, вот сейчас под нее, как раз, федеральное правительство формирует перечень документов, как она будет финансироваться, какие условия. Вот, про финансирование хотелось бы спросить, откуда деньги? Ну, это сейчас за насчет дело, за счет водоканала. За счет предприятия. Да, то есть изначально планировалось, там, 60 км сетей, но вторая часть должна была за счет бюджета, а мы должны, у нас, наша была обязательность финансирования, но мы решили, там, совместно с области, с гордым, что не надо откладывать, то есть надо свою часть начинать, и федерация, я думаю, что увидит, что мы освоим, и будет более относиться, как бы, лучше в этом случае к тому, что мы это делаем. Вот, поэтому это собственные средства, ну, это, говорю, это прибыль, до которой мы получаем, это амортизация, это там, ну, много источников, все, ну, там, часть займов, кредитов, ну, то есть это свои деньги, в общем, без бюджета. А инвест-программа у нас сейчас идет только за свои деньги, то есть только это, сейчас из-за того, что объекты сложные и тяжелые, то есть мы начали с проектирования, то есть сейчас проектирование, то есть мы сейчас проектируем. — Ну да, потому что очень сложный, очень большой объем документации, то есть сейчас идет проектирование частных сооружений водопровода и частных сооружений канализации. Гигантский проект, это столько вопросов возникает, и экспертиза проходит. То есть там и зимой вопросов много возникает, и совсем, да, и технологии. Сейчас как раз этот вопрос правильно задавали. Когда мы ее делали, программа, мы понимали, кто будет поставщиком по всем товарам, да, то есть мы знали, кто в насосы поставит, мы знали, кто поставит автоматизацию, а когда начали делать проект, мы уже не знаем. — Уже приходится переделывать, да. — И уже ищем сейчас на ходу. Вчера это было, а оборудование сложено, например, сушилку и осадку. Там одна фирма в мире делала, да, сейчас мы ищем, а она... — Замену. — Да, вот многие там вещи, там воздуходовки делали, одни фирмы, сейчас их нет, ищем другие. Ну, то есть много вопросов возникает. Сейчас пока в основном проектировано из важного, наверное, важного, который уже физически работает, буквально на этой неделе, мы запустили в опытную эксплуатацию, не в опытную, уже в эксплуатацию, на самом деле. Мы тесты прошли, это система контроля качества воды, автоматическую систему контроля качества воды на водопроводе в Корченкино, очистных сооружениях Корченкино. То есть это порядка 40 показателей, датчики стоят по всем очистным сооружениям, река, первый подъем, второй подъем, блокфильтры, выход в горы, то есть на каждом этапе мы в онлайн-режиме видим, какого качества вода. — И какого? — Отлично. — Отлично. — То есть пить из-под крана воду можно не опасаясь? — Ну, знаете как, я тут скажу, можно, да, но я всегда говорю, что вода — это пищевой продукт, и все-таки термическое обрабатывание. — Лучше кипятить. — Лучше пищевой продукт, кстати, термическое обрабатывание. Ну, вообще, да, то есть, конечно, никаких проблем нет. То есть, ну, надо учитывать, что вот на очистных сооружениях, без проблем вообще все, ну, с вами, например, 1200 километров сетей. Тут вопрос-то о вторичной загрязнении, дальше сети в домах. — Конечно, конечно. — Там мы тоже не можем. Поэтому, я всегда говорю, лучше бережет, ну, Бог, бережет. — На всякий случай. — Да. Систему запустили, система интересная. Я сам вчера смотрел, там, графики строят, все. То есть, и это начало системы автоматического дозирования реагентов. То есть, мы хотим потом, чтобы у нас очистные сами себя управляли. — По качеству воды. — Отмеряли, сколько нужно. — Да, да. На самом деле, это будет и экономия ресурса, и, на самом деле, я всегда говорю, чем меньше в воде реагентов, тем она вкуснее. Вот, чем меньше, тем лучше. — Чем естественнее, тем вкуснее. — Да, да. — Так, это ощутимый плюс, который мы все на себе, наверное, сможем испытать. А что еще даст горожанам реализация этих программ? Ну, кроме там очевидного, да, что аварий станет меньше. — Ну, аварийность, я говорю, качество воды, в первую очередь. То есть, мы, очистные сооружения, это только первый этап, это автоматизация, да, там, второй этап реконструкции первого-второго подъема. Ну, горожанам тут, наверное, не сильно будет видно, потому что это замена на собственное оборудование, гидравлик, это надежность будет, что там надежность. — Ну, это тоже важно. — Это важно, да, то есть не так сильно видно, но это важно, конечно, надежность очень важна. И, конечно, реконструкция блок-фильтров непосредственно. Мы там реконструируем камеры хлопья образования, сейчас проект завершается, потом сами блок-фильтры, то есть там мы будем ставить такие, так называемые, тонкослойные модули, которые повышают именно качество очистки воды, то есть фактически после блок-фильтров, после очистки реагентики не остаются с водой, то есть она, после этого чистейшая вода поступает в город, да, то есть вот система аммонизации, систему хлорирования мы будем менять. Ну, у нас какого хлория нет, у нас это гипохлорид, и вот как раз у нас аммонизация системы есть, которая связывается и убирает запах. То есть, если там были в городах, не знаю, в Казани, то же самое, там в Самаре, там вода сильно пахнет. Во многих городах, да. В Кирове это бывает. В Кирове запаха вообще не слышно практически. В Павловский период. Но это добавляют потом. Да, потому что мы увеличим дозу, потому что там специфика. Но так нет, хотя вода речная, она везде пахнет. В Кирове не пахнет, потому что система... В Петербурге такая сделана система, и вот тут. То есть, на самом деле, эффект будет ощутимый. Я и так считаю, что вода хорошая в Кирове. То есть, если брать большие города, то она из лучших, на самом деле. Вот. И, конечно, по пригороду, по всем скважинам. То есть, мы сейчас поговорим отдельно. То есть, мы там... Сначала у нас было недопонимание, наверное, с жителями. Ну, и они нас на самом деле не слышали, мы их не слышали. В итоге мы... Началось всё с нововязка. То есть, мы собрались, мы поговорили, мы там долго общались. И группа была создана, рабочая между жителями и нами. То есть, мы нашли решение. То есть, сейчас мы... Резервную ветку мы проектируем, потому что там есть вопросы и вообще в целом по развитию микрорайона, и по дебету воды. Но при этом мы параллельно работаем. То есть, мы там 4 ВНС насосных станций. Группа, 4 группы скважин, да? То есть, если мы Ёлки-парк, мы норматив привели. Молодёжные там сейчас пока проблемы, но мы сейчас по инвест-программе строим трубу. Мы соединяем Радужный с Нововязком. Под ЖД-переездным делом как раз мы начали уже делать, дошли до железки. Вот в этом году мы железку проходим и заходим краски на молодёжку. То есть, часть воды мы с Радужного перекидываем, потому что в Радужном нет бора, есть кремний. А в Нововязке нет кремния, есть бор. Это очень сложно. То есть, это микроэлементы, которые должны присутствовать. Да, и они должны быть присутствовать в определённых количествах. Да. Соответственно, мы путём смешения мы сделаем так, что вода была усреднённой. Бор будет в нормативе и кремний будет в нормативе. Ну, то есть, мы уже тут уже опыта проводили. Сейчас я трубу сделаю. Мы пробурили скважину новую уже в Радужном. В том году сделали, в сеть её пустили. По Радужному тоже мы там в РНСК все уже сделали. Все скважины уже практически 100% поменяли насосы уже все. Вот сейчас мы как раз занимаемся автоматизацией скважин. Но по РНСК одна проблемная точка остаётся пока, которую мы до конца не можем решить. Мы развивали 40 ЛПК микрограмм. Там она в РНСК изолирована. То есть, тот переезд за железкой, то есть, она получается за. И с самого РНСК сложно того привезти. Но мы всё-таки приняли решение. Мы начинаем сейчас в РНСК программу, выточнённую, мы вносим мероприятие по реконструкции этого РНСК. То есть, мы хотим искать там всё-таки воду. Места, где можно пробовать скважину, всё-таки найти воду. Попробовать что-то с ней сделать. Сейчас там бор, конечно, меньше. Когда я там пришёл, там бор был-то 5, миллиграмм на литр. Сейчас 0,6, 0,7, а норматив 0,5. То есть, он близко. Но немножко пока выше. И вот ниже мы что-то не делали. То есть, мы вот опустили за это всё и остановилось всё. В общем, жители боролись за артезианские скважины. Боролись и всё-таки отстояли. Ну, да, скажем так. Ну, там, опять же, тут надо всё-таки... Да, но надо смотреть скважин на скважине розни. Да, начинаешь делать исследования. Если написано, что в Санкт-Пене, например, бор должен быть 0,5, но он не просто так же, но 0,5. А если там, ну, 2, значит, какие-то проблемы. То есть, он, может быть, не сразу там выпил, отравился, упал. Нет, конечно, нет. Это накопительный эффект, то есть, там, 10, 15, 20. Поэтому тут всё-таки... И причём, я скажу по поводу нововязки, то есть, жители там, да, в большинстве за воду. А есть люди, которые приходят и говорят, что нам не поставлять воду с вором. Нам нужна чистая вода. То есть, ровно наоборот говорят. Кто прав, кто виноват. Поэтому сейчас мы делаем всё возможное, чтобы со скважинами всё было хорошо, но при этом надо понимать, что район по воде дефицитный. Лучшего качества, вряд ли, там будет. Он в силу просто специфика района, да, поэтому резервная нитка нужда, говорю, там и строительство планируется, то есть, там в любом случае нужно, да, то есть, туда идти. А уже по факту решать, то есть, какой-то... То есть, у жителей Нововядского района будет возможность выбирать, ну, в каком-то смысле. Ну, она резервная будет, резервная вода. Артезианская вода или городская? Да, ну, пока ориентир, и мы делаем всё, чтобы оставить воду артезианскую. Ну, и именно оставить качественную воду. Потому что некачественную оставить не можем. В Ганино, насколько я понимаю, в прошлом году такая же была история. Похожая ситуация. Да, похожая. То есть, тоже жители хотели, чтобы им оставили воду из скважины, а не из водопровода, не с водозабора. Там, знаете, как немножко... Ну, да. По-другому немножко. Там немножко по-другому. То есть, там есть отдельная зона скважины, но которая не наша. И они все, ну, говорят, что там хорошая вода. Да. А которая была их зона, там вода тоже. Бор. Бор – это общая проблема. Вода такая, да. И, конечно, бор, да, есть. Там воды больше нет. Скважины там нет. Скважины там ели живые. И вот была эта частная скважина, да. То есть, и когда мы там разговаривали, с жителями встречались, и они нам на неё указали на эту скважину. Мы встретились с собственником, поговорили. Мы договорились, что он её в казну передаёт. Из казны, соответственно, мы получили хозяйственное ведение. Мы оперативно её обследовали, обслужили, оценили. Как бы скважина хорошая, вода хорошего качества. Мы получили уже лицензию на эту воду. И сейчас её мы включим в сеть ГАНИ. То есть, мы по чистой воде. То есть, там вопрос, в любом случае, там не обеспечивается пожар, тушение. То есть, там много вопросов на самом деле. Система в возложении не только водичка чистая. Там это пожар, тушение, да, и нормативный объём, и всё, да. Поэтому по чистой воде мы строим в сеть. Всё же, вот контракт с нами закончен. Мы уже сейчас строим, уже практически даже до ГАНИно. Но при этом, мы жители услышали, мы сейчас допроектировали ветку. Мы эту скважину соединяем со всеми остальными, с этим кольцом, который мы строим. Потому что без этого кольца не получится скважина просветить. И фактически получится два равных источника независимых. Это артезианская вода с новой скважиной. И городская. И городская вода, да. Но при этом мы понимаем, что система пожар, тушение, она физически работает с системой городской. Потому что там нужно давление, нужен объём. Регидрант не будет работать с системой, там, в артезианском высоте эту систему в ноль сразу, и всё. Поэтому мы договорились с жителями, что основная вода, это артезианская, по новому кольцу. Но если какая-то проблема, если проблема с водой, то у нас есть всегда резервы. Всегда есть резервы. Плюс там ещё не только этот, опять же, там есть новый микро-район потенциально строящийся, там есть больница Бектерев, у которой нужно гигантские объёмы нормативным пожаротушения обеспечить. Там есть жители, которые живут до, которые просят нас всем подключиться к воде, то есть у них нет вообще централизованного. Там есть маленький микро-райончик завод Недомовский, который тоже у них проблемы с водой, то есть они тоже просят. Поэтому там весь куст проблем лишается, на самом деле. Поэтому это хорошая программа. И мы с жителями договорились, они нам сначала не очень верили по этому, но потом мы показали проект, показали всё, протокол писали. Сейчас люди поверили, они контролируют, ходят каждый день, фотографии писали. Если благоустройство. Ну, нас всё устраивает, и мы я сразу в замок строительства, говорю, вот смотри, вот люди, говорят, там повредили, говорят, повредили. Ну, то есть на самом деле это хорошо и правильно. Ну, диалог это всегда хорошо. Дмитрий Ухин в нашей студии, директор МОП-Водоканал. Мы сейчас прервёмся на небольшую рекламу, вернёмся и продолжим. Продолжаем наш разговор с директором МОП-Водоканал Дмитрием Ухиным. Поговорили немножко о том, какие модернизационные работы производит в последние годы наш поставщик воды и водоотведения. И вопрос, ну, то есть работ много, конечно, да, а каким образом это сказалось на потребителях? Выросли тарифы или нет? Насколько все вот эти модернизационные работы, они включены в тариф? Непосредственно работы по инвесторам, по МКИ в тариф не включены. То есть это идёт за счёт источников, это собственная экономия. Амортизация, она априори была в тарифах всегда. И плата за негативное воздействие. Платят прочие потребители. То есть именно какие-то там специальные надбавки, прибыли какой-то на программы. Нет, в тарифах это нет. Там рост тарифов был, но там инфляционные факторы. То есть это рост зарплат, рост стоимости лет энергии. То есть я говорю, что у нас... Но то, что всегда у нас бывало в каждой группе. Да, то есть инфляционный фактор влияет. То есть модернизация на кошельке горожан не связана. Нет, 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 нет. Вот сейчас нет. То есть однозначно нет, этих денег нет. Поэтому инфляционный фактор, ну очевидно, что как бы они влияют на себестоимость. Хотя вот опять же у нас дать должное мы, конечно, себестоимость держим. То есть у нас не сильно она растёт. И вот эта прибыль, если повезут, что мы себестоимость держим, но мы её реинвестируем туда же как раз в систему. Поэтому, мне кажется, это как бы нормальная модель такая. Хотелось ещё поговорить о платёжной дисциплине. Отвечают ли потребители взаимности? Слушайте, знаете, как сказать? Я в целом скажу, в целом скажу. Собираемость по 2023 году у нас 100. 100%? 100 с мелочью. Да ладно, все платят. Да. Ну опять же, тут есть прочие потребители, бюджетники, есть население. Если мы говорим конкретно население, то, наверное, 95-96%. Да. То есть практически все обязательны. Да. То есть платят. Ну мы большущие, мы уже полтора года занимаемся, конечно, системой претензионной работы, это и судебные приказы, и взыскания, и всё. То есть это мы и работаем, то есть это нельзя останавливать. Вы на эту цифру вышли в течение которого времени? Ну вот мы занимаемся плотно претензионкой, наверное, полтора года. То есть за полтора раза за полтора года. Мы начали. Вот. У нас снижается дебет рост, когда дружно, с существенными темпами, да. Но тут я всегда говорю, что и кнут, и пряник, наверное, да. Кнут, это, конечно, да, ну то есть. Но я считаю, что и люди платят, когда им удобно. Вот я всегда говорю, что люди платят, когда удобно. Когда он, понимаете, он им пришёл, что-то он платил сразу, никуда идти надо, например, да. И чем удобнее сервис, тем лучше платят люди. Потому что не у нас 96% населения прямые договоры. То есть это очень удобно. Приходят квитанцы, ты в телефоне находишься. Может в телефоне, он лично в любом банкомате, то есть как угодно. То есть там телеграмм-бот есть, показания. Сейчас у нас бот уже на телефоне, то есть у нас колл-центр как таковой уже фактически нет. То есть там роботы, то есть показания приборов учёта, задолженность узнают, то есть какие-то такие вещи. Интересно, на самом деле. Они-то посначала не понимают, что это роботы с ним разговаривают. Ну, конечно, все вопросы пытаются задавать. Девушка, разве вы меня не понимаете? Да, да, она спрашивает всё. Сейчас все уже научились, уже просто говорят цифру, она сама в базу вложена, всё пришли. Потом, конечно же, 240 тысяч личных счетов. Это происходит изменение. Кто-то продал недвижимость, кто-то купил. Ну, где-то мы там ошибаемся, бывает. Да, ну, просто гигантский объём. Но в целом, то есть у нас, мы с РКЦ работаем, то есть у нас партнёр по ночной РКЦ, то есть, ну, там мы учили, я чаю, там, 75%. И у нас три офиса в городе больших, да, то есть и в целом, как бы, я думаю, что нормально. Но мы, конечно, стараемся улучшать. Мы каждый там пособираемся, там, и личный кабинет улучшаем, и платежи мы смотрим, как было бы удобнее. Поэтому я всегда говорю, что сначала пряник, а потом. Основные вопросы, которые возникают по платежам у горожан, это в основном перерасчёты какие-то, да? В основном перерасчёты, потому что... Перерасчёты. Перерасчёты почему? Потому что из стекла проверка приборов в счёты люди не передали информацию, что поверили, например. Да, мы начинаем по нормативу, например, да. Вот. Соответственно, приходят, просят, а мы обязаны пересчитать, мы пересчитываем. Ну, в основном такие. Вот. Или человек прописался, там, три человека, или там было три, выписался, осталось два, да. То есть, а этих данных нет. Тем более, у нас, получается, данных из этой-то нет, потому что у нас Росритро закрыл уже данные сейчас в данности. Это сами люди приносят. Ну, и, ну, это мы сразу, то есть... То есть, если есть какие-то изменения, если вы собираетесь уехать в отпуск на долг, если там поверка счётчиков была, ещё что-то... Да. Разные варианты. Личный кабинет там есть... Обязательно нужно об этом рассказать. Рассказчить, да. То есть, мы пересчитаем в любом случае, ну, просто, как бы... Будет меньше нервов. Будет меньше, да. Ну, и приятно, да. То есть, пришло нам три раза больше. Зачем обычно? А почему? Ну, потому что нам данные не сообщили. То есть, мы... Это как вот у нас с поливом, да, с домами. То есть, частный сектор, он платит за полив, потому что многие используют воду для полива. А мы площадь не знаем, то есть, площадь полива, да, конечно, там у нас написано, закончится. Мы должны по Кадарстовой площади брать. Мы берём, а люди говорят, у нас огород два размера. Ну, мы же не знаем. Сейчас мы эту компанию запустили, население информировали, и сейчас люди приносят, рисуют сами, как огород. Кадастровый план. Да, огород рисуют. Вот тут помидорки, тут картошечка. Мы, конечно, пересчитываемся, но у нас просто нет информации. Когда мы приносят, мы сразу считаем. Мы никогда больше не будем там... В общем, диалог — это очень важно. Ещё раз скажу. Самое главное. Самое главное. Всех наших гостей мы спрашиваем все непременно о том, как готовиться к юбилею, к юбилейным мероприятиям. Я знаю, что водоканал тоже участвует, и вот эта вот белая стена здесь у нас неподалёку от офиса, которая огораживает. Мне в своё время таксист сказал, что там штаб военно-морского флота находится за этим забором. Насколько я понимаю, там резервуары запасные. Да, там были граффити. Эти граффити пришли уже в такое не очень хорошее состояние. Сейчас, я так понимаю, белый фон, и скоро он будет меняться. Да, мы же лицевую часть же сделали. Там художники интересную картинку нарисовали. Сейчас, да, мы уходим за угол, по улице тоже. Подготовили забор уже, да, его подремонтировали. Подготовили, сейчас белый фон сделали. Художники выходят буквально на днях. Будут продолжать тоже тематики. Ну, это ВНС, да, то есть, ну, мы там баннерами закрыли часть этих. Самое главное, конечно, у нас это, чем занимается, это парк Аполло. Он нам передан хозяйственное видение давно уже, то есть мы уже, ну, был заброшен, скажу так. Запущен. Запущен, да. То есть, сейчас это прекрасный парк, как бы, у меня с мамой нравится. В том году мы сделали много, мы в том году обстановили амфитеатр полностью, то есть, мы сцену восстановили, амфитеатр по периметру, там, освещение сделали красивое, да, то есть, арки поставили с освещением по центральной аллее, забор подсветили, да, то есть, там, все покрашено, убрано, то есть, зимой мы украшаем всегда этот парк. Сейчас, в этом году, выставка там откроется, юбилей Кирова и год семи. Мы посвящены думать с событиями, то есть, эта выставка открывается ко дню города. Плюс, в этом году продолжаем делать дорожки прогулочные дальше во второй части парка, и будет обновлена площадка спортивный забор, новое покрытие, новые ворота, освещение новое, то есть, это примерно к концу июня будет сделано. Поэтому, да, парк Аполло-то вот это. Такой ваш проект, да? Да, да, ну, потому что, как бы, там, честно говорю, я сам с детьми, там, с родственниками гуляю, там. У вас еще подшефный, насколько я помню, детский дом, да, в Спитцинске? Да, в Спитцинске детский дом. Да, недавно ребятки приезжали, то есть, мы там раз, ну, два раза в год делаем выезды, то есть, с ребятами игры организуем, то есть, ходим, там, покушаем, погуляем, кино посмотрим, то есть, ну, просто интересно, на самом деле, как бы, я с детьми хожу туда, также вместе гуляю, то есть, интересно. Ребята хорошие все, и... Они хотят, они хотят, именно хотят просто приехать, там, вот, посмотреть, погулять, то есть, ну, как бы... А сколько лет ребятам? Ой, там, везде все возраста, практически. Вы не ориентируете на работу, на работу в водоканал? Ну, как бы, получить профильное образование, рассказать о том, что, вот, рабочая профессия, это очень важно сейчас. Да, рассказываем, показываем, да, то есть, сейчас, ну, да, да. Ну, тут больше, на самом деле, их не хочется грузить какой-то тяжелой информации. То есть, они отдохнуть приезжают. Да, то есть, ребята довольны, то есть, какие-то подарки, ну, реально интересно. Наши такие... Угу. Если говорить еще о социальных каких-то проектах предприятия, что вы еще делаете? Ну, основное, вот это вот, да, то есть, у нас, конечно, СВО, да, то есть, у нас ребята уехали. Семьям помогаете? Семьям, да, само собой, это окажется, семья на связи, то есть, какие-то проблемы свят, то есть, всегда, это мои выплаты, и в целом помогаем, то есть, спрашиваем, интересуемся. Ну, это тяжелая ситуация, поэтому мы обязаны поддерживать, мы и поддерживаем, как можем. И у нас как бы просто в прямом контакте всегда с ним, со всех. Уже завершаться нам надо. Перед завершением программы не могу не задать вам этот вопрос. Появились разговоры о том, что Дмитрий Ухин уходит из Ватоканала, покидает пост. Это правда? Да, это правда. Правда, правда, да, правда. Почему? Потому что я пришел сюда в мае 2019 года, а сейчас в мае 24-го. Пять лет. Пять лет? Да, пять лет. На самом деле это предельный срок работы директора муниципального предприятия. Да, там есть всякие там механизмы, но на самом деле, как бы, пять лет – большой срок. Это было много сделано. Я думаю, что, во-первых, надо со стороны взглянуть уже на это на все, в любом случае, я считаю. Поэтому это заранее я как бы никогда не скрывал, что я пять лет работаю. Поэтому я считаю, что начало было пройдено, тяжело. Сейчас уже в целом понятно, куда идти. Поэтому я думаю, что это правильное решение. Ну, и уже не сейчас. Я уже в целом понимал, что пять лет – это предельный срок. Но это большой срок. Не расскажете, куда уходите? То есть это сфера смежная какая-то, нет? Ну, смежная, но пока не хочу. Пока не будете. Ладно. Будет еще одна новость. Да. Эксклюзивная. Спасибо большое нашему гостю и всем сотрудникам предприятия «Водоканал» за их непростую, ответственную, очень важную для горожан работу, успехов и процветания. Потому что и от «Водоканала», и от сотрудников этого предприятия в прямом смысле зависит качество нашей жизни. До свидания. Дмитрий Игоревич. Спасибо. Спасибо с вами. Крупный план Субтитры создавал DimaTorzok